Здравствуйте! Сегодня с вами снова Марина. И по просьбе нашего подписчика мы приготовим классическую пиццу Маргарита. Она является основой для других пицц, так как начинка состоит из всего лишь из томатов и сыра. Для её приготовления нам потребуется для теста 1 чайная ложка сухих дрожжей, 1 чайная ложка сахарного песка, пол чайной ложки соли, 120 мл тёплой воды, 1,5 стакана муки и 1 столовая ложка масла. Лучше взять оливкового. Для начинки потребуется 150 г сыра, лучше взять моцареллу, классический сыр для пиццы, также 2 средних томата или томатный соус и небольшое количество листиков базилика. Базилик может быть как зелёный, так и фиолетовый. Для начала замесим тесто. В стакане смешаем чайную ложку сухих дрожжей с 2 столовыми ложками тёплой воды. Вода примерно температура 40 градусов должна быть. Перемешаем. Добавим чайную ложку сахарного песка, чтобы дрожжи у нас ожили. Вообще, это пицца, то есть основа у неё получается дрожжевое тесто, но тонко раскатанное. Пока дрожжи у нас оживают, просеиваем муку. Итак, просеиваем 1,5 стакана муки. В муку добавляем пол чайной ложки соли, 1 столовую ложку масла, оставшуюся тёплую воду. Частями замешивая тесто. Сюда добавляем дрожжи с водой и сахаром. Замешиваем однородное тесто. Если муки маловато, то можно добавить. В зависимости от марки муки, тесто муки может потребоваться чуть больше. Примерно такое у нас получилось тесто. Мне пришлось добавить ещё 3 столовые ложки муки. То есть, тесто должно получиться крутым. Хорошо его вымесить. Таким образом, около 3-5 минут. После чего мы поставим это тесто на расстойку. Вот такими движениями уминаю в серединку. Помешиваем тесто. Вот такое тесто у меня получилось. Достаточно однородное по консистенции. К рукам не липнет. Теперь его убираем в кастрюлю мультиварки. Теперь ставим тесто на расстойку. Выбираем режим мультиповар. Температуру 40 градусов. 30 минут. И старт. Пока тесто у нас поднимается, займёмся приготовлением начинки. Для этого помидоры нам необходимо помыть. Измельчить. Измельчать буду с помощью блендера. То есть, удаляем серединку. И измельчаем. Можно очистить от кожицы. В принципе, можно измельчать вместе с кожурой. Вместе с томатами с помощью блендера мы измельчим дольку чеснока. Достаточно крупно порезала. Теперь с помощью блендера будем измельчать в кашицу. Вот такие томаты получились. Добавляем туда чайную ложку соли. Хорошо всё перемешиваем. Теперь будем уваривать. Можно это сделать с помощью мультиварки. На режиме жаркой или на плите. До уваривания объём соуса у меня был 250 мл. Соус стал погуще, но не совсем густой. И объём уменьшился до 200 мл. Теперь дадим остыть. В это время у нас ещё подойдёт тесто. Также подготовим сыр. Натрём его на крупной тёрке. Прошло 30 минут. Тесто чуть-чуть у нас увеличилось в объёме. Я его переверну и оставлю ещё на 30 минут, чтобы оно ещё увеличилось. Прошло ещё полчаса. То есть, в общем, тесто у меня поднималось час. Но поднялось. Его я делю на три части. То есть, у меня хватит его на три пиццы. Три одинаковые части примерно. Катаем шарики. Пиццу её разделывают руками. Тесто. Можно смочить руки немного растительным маслом. Или оливковым. Я на стол налила оливкового масла. Теперь смачиваем. Делаем лепёшечку. Толщиной не больше, чем полсантиметра. Где-то можно 6 миллиметров. Достаточно тоненькую. Делаем лепёшечку. Размер теста ориентируемся по внутренней поверхности чаши для пароварки. То есть, у меня вот примерно такого размера. Теперь смазываю кастрюльку мультиварки маслом. Совсем небольшое количество. На донышку. Размазываем. Если мультиварка имеет свойство уже прилипать к кастрюльке. То есть, у меня 0,5-17 около года мультиварки. Выпечка иногда прилипает. Поэтому лучше использовать бумагу для выпечки. Если таких проблем нет, достаточно только смазать на мультиварке маслом. Теперь раскатанный лист отправляем в мультиварку. И распределяем по дну. Можно, чтобы чуть-чуть края заходили на бока. Теперь добавляем томатный соус. Так как у нас края чуть-чуть задраны, как раз у нас останется каемочка. Как и должна быть каемка у пиццы. Можно с помощью кисточки распределить весь соус. Соль уже добавлять не надо. У нас добавлен соус. В соус чеснок и соль. Теперь посыпаем тёртым сыром. Тоже 1 треть, то есть, 50 грамм где-то. И отправляем выпекаться. Устанавливаем кастрюлю мультиварки. Закрываем крышку. Выбираем меню режим пицца. Если режима пиццы нет, тогда выпечка 30 минут. Прошло 30 минут. Посмотрим, что у нас получилось. Пицца готова. Теперь её достаем с помощью ложечки. Пицца хорошо отстаёт. То есть, она легко при наклоне ползает. Вот таким образом выкатываем её на чашку. То есть, проблем с доставанием пиццы возникнуть не должно. Сверху пиццу украшаем листиками базилика. Зелёные, конечно, листики смотрелись, наверное, более эффектно. Вот так, где-то 5-6-7 штучек. Будет достаточно. Теперь ставим выпекаться остальные две пиццы. По желанию можно добавить колбасу, мясо какое-либо, грибы, огурцы, перец. То есть, всё, что вы любите. Пиццу с тонким тестом обычно делят на 6-8 частей. Одна пицца у меня классическая маргарита. То есть, кроме томатного соуса, сыра и базилика ничего туда не входит. В эту пиццу я добавила колбасы, грибов и болгарского перца. Ещё одна пицца у меня готовится. Там добавлены помидоры. Поэтому на любой выбор, на любой вкус. Вот такие пиццы у меня получились. Классическая маргарита. Здесь я добавила сыр, грибы, перец болгарский. А здесь добавлены кружочки помидоров. Если вам понравился рецепт, не забывайте ставить лайк. Приятного чаепития и до новых встреч!